Главным мировым событием недели стала премьера компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Просто потому, что премьеры новых моделей у Альфы выходят гораздо реже Олимпийских игр. Однако и Олимпиада в Пекине взбодоражила автомобильную общественность. Только не мировую, а российскую. Ведь встретившиеся на открытии игр лидеры России и Китая сообщили о сотрудничестве УАЗа и Черри. Что за этим стоит — попробуем разобраться. А мимоходом посмотрели мы на первое изображение электрического Лексуса RZ, выяснили набор двигателей для нового рейндж-ровера, удивились выходу на российский рынок универсала Genesis G70, впечатлились оперативному обновлению моделей BMW и расскажем о ценах на рамный внедорожник Isuzu MUX. Но начнём, конечно, с главного. Новая модель Alfa Romeo… Кажется, такие новости выходят раз в десятилетие. Поэтому давайте добавим событию контекста. Заслуженная марка продаёт две модели. Седан Giulia образца 2016 года и вышедший годом позже кроссовер Stelvio. Однако, несмотря на приличную техническую начинку, продажи идут вяло. В прошлом году вся европейская статистика Alfa оказалась вдвое хуже, чем у другой полуживой марки — Lianchi, которая и вовсе заперта на внутреннем итальянском рынке с единственной моделью Ypsilon. Компактный кроссовер Alfa был нужен как воздух. И три года назад в Женеве мы увидели тоналия в статусе концепта. Дизайн тогда был уже утверждён, как и техническая основа. Платформа Small White тогда ещё корпорации FCA. На ней уже давно построены модели Jeep Compass и Renegade. Серийный тоналия был готов ещё в прошлом году, но руководство концерна отправило модель на доработку. По слухам, боссов Stellantis не устроила производительность силовых установок. С них и стоит начать, ведь у новой Alfa разнообразная по нынешним меркам линейка. Причём основной агрегат для Европы — это гибрид на переднем приводе. А именно два варианта полуторалитрового бензинового турбомотора, который работает по экономичному циклу Миллера. В 7-ступенчатый преселективный робот встроен 15-киловаттный электромотор. И на чистой электротяге тоналия может не только стартовать, но и маневрировать на парковке. Полноприводная версия Q4 — это подключаемый к розетке гибрид. Забавно, что самая мощная в линейке версия оснащена самым маленьким двигателем 1.3. Задние колёса крутит исключительно электромотор. Но совокупная отдача установки хороша — без четверти 300 сил. С места до сотни такая Alfa доберётся за 6 секунд с небольшим. В практическом смысле важнее, что тоналия Q4 проедет на электричестве до 80 километров по городу. При том, что тяговая батарея небольшая — всего 15,5 киловатт часов. К тому же итальянцы сэкономили на заряднике — бортовое устройство мощностью всего 7,5 киловатт будет пополнять батарейку 2,5 часа. Обычные, не гибридные модификации заявлены лишь для некоторых рынков, чтобы не привлекать внимание экологов. Кому-то достанется дизель 1,6 с шестиступенчатым роботом и передним приводом, а для США и Ближнего Востока сделают двухлитровую версию с полным приводом и классическим девятиступенчатым автоматом. Такая пригодилась бы и в России. Но это мечты. Европейские продажи тонали стартуют летом, в 2023 году модель приедет в США, а, следовательно, рассматривать возвращение Альфы в Россию, Stellantis даже теоретически будет не раньше, чем через два года. И ещё немного об электрифицированных машинах. Lexus необычным образом показал изображения электрического кроссовера RZ, приложив их к релизу о статистике продаж. Обычно такие сообщения никто не читает, но по такому случаю расскажем, что почти на всех рынках реализация Lexus подросла. О машине не сообщают ничего, однако мы знаем, что строят её на свежей электрической платформе ETNGA с Макверсоном спереди, многорычажкой сзади и батареей под полом. У родственной Тойоты BZ4X есть версии с передним или полным приводом и батарея на 70 кВт-часов. Но, судя по индексу 450, Lexus окажется мощнее. Интересный концепт и tense performance показала марка DS. От аналогичного проекта шестилетней давности новая машина отличается некоторыми внешними панелями, которые накрывают углепластиковый монокок. Вообще-то концептуальным спорткаром рестайлинги не проводят. Но тут серийное производство не рассматривается, а затевалось всё ради силовой установки. Ведь через пару лет все новинки марки DS будут электрическими, и французским инженерам надо тренироваться. Итак, начинка соответствует перспективным болидам Формулы И. Если сейчас там гоняются заднеприводные одномоторные машины, то с 2023 года чемпионат перейдёт на полный привод. Фактически мощность удваивается. Надолго ли хватит 25-киловаттной батарейки — вопрос к которой в официальном релизе не поднимается. В любом случае, машину будут тестировать пилоты команды DS — Антонио Феликс Дакошта и Жан-Эрик Верли. Ровно 102 таких спорткара могут купить пользователей цифровой вселенной Павильон, чтобы поиграть в гонки. А для тех, кто не понимает, как можно продавать виртуальные вещи поштучно, объясняем, что DS предлагает не автомобили, не картинку, а NFT — невзаимозаменяемый токен, который подтверждает право на владение цифровым активом. Если вы по-прежнему не поняли, то просто поверьте, что в новом мире реальное обладание несуществующими вещами не только возможно, но и стоит денег. До начала продаж нового рейндж-ровера пятого поколения остались считанные недели. 4 февраля модель получила одобрение типа транспортного средства, которое позволяет начинать продажи. Из этого документа мы выяснили, какие модификации, приготовленные российскому рынку. Итак, дизельную линейку представляет рядный трёхлитровый турбодизель. Есть налоговыгодный вариант на 249 сил, плюс 350-сильный сменщик, отправленного в отставку дизеля V8. Интересно, что младшая версия не положена длиннобазному исполнению рейндж-ровера. 530-сильную бензиновую битурбо-восьмёрку поставляет BMW. А вот рядная шестёрка из британского семейства Ingenium — это новая информация. На осенней презентации рейндж-ровера трёхлитровый бензиновый мотор для России ещё не был подтверждён. Причём это мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором. По ходовой части различий нет — у всех машин пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси. Трансмиссия тоже общая — восьмиступенчатый автомат ZF, раздаточная коробка с понижающей передачей и полный привод с муфтой подключения передней оси вместо центрального дифференциала. Такая схема уже опробована на некоторых версиях Land Rover Defender. В базовую комплектацию рейнджа включена кожаная обивка сидений, трёхзонный климат-контроль, доводчики дверей и колёса диаметром 21 дюйм. Однако цены мы узнаем перед началом продаж. Российское подразделение BMW постановило расширить гамму четвёртой серии Gran Coupe. Представленная в прошлом году пятидверка до сих пор продавалась у нас в одной модификации — с двухлитровым дизелем мощностью 190 сил. Теперь же к ней добавятся две бензиновые версии с двух- и трёхлитровыми моторами. У всех машин полный привод и восьмиступенчатый автомат. Дизельный вариант останется самым доступным — за него просят менее четырёх миллионов рублей. В базовую комплектацию входит внешний М-пакет, комбинированная отделка кожи и замшей и восемнадцатидюймовые колёса. А вот топовая почти М-ка за пять миллионов триста тысяч — это полностью кожаный салон и колёса девятнадцатого диаметра. У дилеров машины появятся в мае. А ещё BMW внесла правки во всю свою восьмую серию, а именно в купе, кабрио и пятидверку Gran Coupe. Изменения оказались косметическими — решётка радиатора теперь подсвечивается, а М-обвес стал стандартным — просто потому что его заказывали почти все покупатели. Как следствие, в базу перешли и интерьерные особенности машин в бывшем М-исполнении — рули, кресла и металлический декор. Центральный кран увеличился с 10 до 12,3 дюйма, а сама мультимедийка обросла новыми функциями. Силовую гамму обычных восьмерок не трогали — это по-прежнему бензиновая и дизельная шестёрки плюс один V8, причём задний привод доступен только для начальной бензиновой версии 840. Оптимизация коснулась модели M8, где невостребованной оказалась базовая 600-сильная версия — без приставки Competition. Производство обновлённых машин стартует в марте, а цены уже объявлены. Формально они подросли на 200 тысяч рублей, но с учётом улучшенной комплектации удорожание выглядит даже выгодным. Универсал на российском рынке — явление краснокнижное. Обычные пятидверные универсалы без кроссоверных замашек можно пересчитать по пальцам. Из 60 представленных в стране брендов такие модели есть ровно у пятерых — у Audi, Kia, Mini, Porsche и Skoda. И кто бы мог подумать, что шестым окажется корейский Genesis. Пятидверный G70 Shooting Brake, само собой, нацелен на Европу, но российский офис Hyundai Motor посчитал, что в деле завоевания рынка расширение гаммы отнюдь не помешает. Поэтому отечественные дилеры уже принимают заказы на универсалы G70. Однако в отличие от четырёх дверок, организовывать сборку Shooting Brake на калининградском автоторе не стали. Возить машины в России будут исключительно из Кореи. Силовая гамма урезана. В отличие от четырёхдверного G70, заказать Shooting Brake с задним приводом или турбомотором V6 3.3 нельзя. Остались только два варианта двухлитровой турбочетвёрки — оба с восьмиступенчатым автоматом и трансмиссией 4х4. Однако комплектации пересмотрены так, чтобы включить в базу часть опционального оборудования у седанов. Поэтому реальная доплата за пятидверный кузов получилась умеренной — около 100 тысяч рублей. Российский офис Isuzu готовится к началу продаж внедорожника MUX, которая назначена на 1 марта. В родном для этой модели Таиланде рамные внедорожники, построенные на базе пикапов — это массовый продукт. Только если в Азии существуют заднеприводные версии с механикой и дизелем 1.9, то в Россию поставляют, по сути, топовый вариант — с трёхлитровым мотором, шестиступенчатым автоматом i-Syn и полным приводом. Дизель заслуженной J-серии восходит ещё к 80-м годам. В России он ставится также на пикапы D-Max и коммерческую технику — отсюда и межсервисный интервал 20 тысяч километров. Ходовая часть также реализована по старинке — не разрезной задний мост, только не рессорный, как у D-Max, а пружинный, под редуктором которого обещают аж 23,5 см дорожного просвета, плюс жёстко подключаемая передняя ось, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала. Комплектаций всего две, причём обе — семиместные, то есть от третьего ряда сидения отказаться нельзя. В базовую комплектацию Comfort за 3 миллиона 700 тысяч включены семь подушек безопасности, тканевый салон, медиасистема с 7-дюймовым экраном, двухзонный климат, система дистанционного запуска двигателя и парктроник. Более дорогая версия премиум сейфти предлагает кожаную отделку, 9-дюймовый тачскрин и комплекс электронных помощников с адаптивным круизом и автоторможением. На фоне основных конкурентов тайский Isuzu смотрится, что называется, в рынке. Скажем, двухлитровый дизельный Havail H9 тульской сборки стоит 3 миллиона 300 тысяч. Собранные под Калугой Mitsubishi Pajero Sport с дизелем 2.4 и автоматом предлагают от 3 миллионов 600 тысяч. А импортная Toyota Fortuner из того же Таиланда в комплектации с дизелем приближается к 4 миллионам рублей. А напоследок по закону телевизионного жанра новости спорта. В Пекине по случаю Олимпиады на переговоры собрались президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Среди обширного списка российско-китайских договорённостей оказался проект сборки автомобилей Chery на мощностях Ульяновского автозавода. Подробностей пока минимум. По информации ТАСС, масштабное партнёрство будет включать не только производство автомобилей, но и развитие неких новых технологий. Однако раскрыть детали грядущего сотрудничества стороны обещают лишь только через полгода. Между тем, эта громкая новость оставляет после себя целый шлейф неотвеченных вопросов. Как минимум потому, что уазовский конвейер пригоден только для рамных машин. А у Chery, как известно, таких просто нет. С другой стороны, на территории автозавода хватает свободных зданий, где можно разместить отверточную сборку китайских машин. Но особого смысла затевать отвертку нет. Ни льгот, ни субсидий такое производство не получит. Единственный шанс получить какие-нибудь привилегии — подписать специальный инвестиционный контракт. Тем более, что Минпромторг сейчас набирает желающих выпускать электромобили. У Chery батарейная машина есть. Это кроссовер EQ5, который увидел свет летом позапрошлого года, а в ближайшем будущем должен выйти на российский рынок. Притом китайцы свято верят, что смогут наладить локальную сборку этой машины. Архитектура модели разрешает установку пары двигателей. Но для паркетника избрали одномоторную схему — электрический двигатель расположен сзади, поэтому этот Chery вполне логично имеет задний привод. Презентуя модель, китайская марка похвасталась алюминиевым кузовом, а также пробегом на одной зарядке — он составляет более 500 километров. Между тем, ульяновский автозавод давным-давно является участником спика. В 2018 году Sollers, заручившись поддержкой Isuzu, пообещал выпустить грузовичок УАЗ «Сити» — этакий аналог «Газели». В металле его не существует. Дело ограничилось чертежами, а показываем мы Isuzu Elf, потому что кабину, раму и другие ключевые компоненты планировалось взять из японского ассортимента. А двигателем хотел поделиться заволжский моторный. Прошлой весной отношения между Sollers и Isuzu опять оживились. Пошли даже слухи, будто японцы хотят выпускать на ульяновском конвейере пикапы D-Max и внедорожники MUX. Вот только слухи вновь оказались лишь слухами. Поэтому нельзя исключать, что разрекламированное партнёрство между Cherry и Sollers лишь один из кейсов, призванных подчеркнуть всестороннюю дружбу России и Китая.